ДАРОВО, БРАТОНЫ! С ВАМИ АЛЕКС ЛОБСТЕРС, ЭТО БЕСКОНЕЧНОЕ ЛЕТО МОДА ЛИСЫ И мы продолжаем его проходить, сегодня будем пытаться выйти на плохую концовку, которая тут вроде как одна доля, да. Ну что ж, давайте приступим. Так, и уже во втором дне нам надо уходить в минус, чтобы не выйти на хорошую концовку, так что тут нам надо идти в столовую, где мы получим минус один. Я решила пойти в столовую, Война войной, а обед по расписанию. Куда теперь, к Мику? Она и так ждёт полдня, подождёт ещё немного. Может найти электроника? Так, а тут электроник, электроник. С ним у нас был вопрос, который, ээээ, предстояло решить. Неважно, я тебя целый день ищу. Зачём? Что ты там про меня сказал вчера? Так, и теперь нам надо его ударить, чтобы получить минус. Терпеть такую наглость было не в моих правилах. Я размахнулась, чтобы нанести пощечину, но он успел увернуться. Спрыгнув с крыльца, он побежал в сторону леса. Но его забег длился недолго. Споткнувшись, он упал, растянувшись во всю ширину улицы. Его глаз украшал огромный пингал. Месть настигла его сама, даже руки пачкать не пришлось. Ну что, доигрался? Ох ты! Я соскочила с крыльца и пошла в его сторону. Однако разговор он продолжать не захотел и вскочив убежал в сторону леса. Расплата за наглость в таком виде меня устраивала. Будет знать, как со мной шутить. На секунду я задумалась, пора бы мне было всё-таки идти за гитарой. Так, теперь идём в музыкальный кружок. С другой стороны, я-то тут при чём? Она сама виновата, что не может сделать всё в срок. А что, если она до сих пор не закончила? С этими мыслями я подошла ко входу. Неожиданно дверь открылась, и передо мной... Появился Семён, чуть не сбив меня с ног. Очередная незапланированная встреча. Зачем пришёл? Обходной. Подписал? Да. Свободен! Мой голос звучал сердито. Мысль о том, что я и сегодня могу остаться без гитары, не добавляла мне настроения. Семён поспешил уйти, я же вошла в клуб. Тут я подумала, что мне стояло бы перед ней извиниться. Ведь я грубовато с ней обошлась вчера. А может, пускай вначале покажет, что сделала? Не, извинимся всё-таки позже. Лучше не торопиться. Ну, как успехи у тебя? Всё готово, пошли смотреть. Спасибо тебе большое. Ты, ты извини, что я так с тобой вчера? Ничего, не за что рада помочь. А что ты будешь играть? Не придумала ещё. Вернувшись, я положила инструмент на кровать. Ладно, гитара есть. Не потерял, но потерялся усилитель. Я вспомнил о Электроника. Вряд ли он теперь что-то расскажет. Нужно было сходить к Шурику и всё выяснить. Так. Тут нам надо поиграть в карты. И давайте хотя бы тут победим. Легко и непринуждённо. Так. Победить. Так, Женю победили. А, как это мы сейчас... Семён был повержен. Сегодня я была неудержима. Не сказав ни слова, он просто вышел из столовой. Ко мне подошёл Электроник. Поздравляю с победой. Спасибо. Я огляделась. Столовая пустовала. Похоже, финал, как и весь турнир, не интересовал никого. И надо было его проводить. Даже не выиграла ничего. Ничего, если не считать споры с Семёном. Правда, толку от этого не было. Не собиралась же я и за правду жаловаться Ольге Дмитриевне. Хай. Чё? Надо подумать. Неважно. На спор согласился уже неплохо. Победа или поражение – дело случая. Я вышла на улицу. На лагерь уже опустилась ночь. Окончание турнира вышло каким-то смазанным. Вроде и победила, а радоваться и нечему. Семёна нигде не было видно. Похоже, успел куда-то убежать. Вечер казался неполным, без разговора с ним. Надо ж как-то закрыть спор. Я решила отправиться на поиски. Где же он может быть? Лодочная станция. Лодочная станция пустовала. Не было слышно ничего, кроме звуков прибоя. И зачем Семёну сюда идти? Похоже, надо посмотреть где-то ещё. Ладно, давайте сразу на пляж. Почему бы Семёну не оказаться на пляже? Но здесь было пусто. Волны неторопливо накатывались на берег. Я устроилась на песочке. Я рассматривала воду, противоположную сторону реки, соседний остров, железную дорогу. Неожиданно мой взгляд зацепился за точку возле буйка. Я присмотрелась поближе. Там точно кто-то плавал. Но кто? Я решила подождать. Кажется, этот кто-то заметил меня, помахал рукой и поплыл к берегу. Из темноты стал ли... Проступать к контуру. Я обомлела. Плавцом оказалась... Мику? Она вышла из воды и подошла ко мне. О, Мику. Привет, Аэй. Видела, как ты пришла. Это ты-то чё делаешь? Как что, плаваю? Смотри, как красиво. И вода тёплая. Пошли на перегонки. Мику не переставала меня удивлять. Но устраивать гонки в такое время не входило в мои планы. Я устала. Спать хочу. Жалко. Слушай, приходи завтра в клуб. Сыграем что-нибудь с тобой. Опять она со своим клубом. Подумаю. Подумай. Ладно. Я тогда поплыла. С этими словами она быстро забежала обратно в воду. Бывает же такое. И сейчас Мику не казалась мне такой же простодушной дурочкой, как прежде. И у неё вылись свои секреты. Может, зрея её избегала. Всё-таки стоит зайти к ней в клуб. Мику продолжала плескаться. Смотреть на её выкрутаться в воде можно было долго. Но сил не оставалось. Глаза закрывались. Встал с песочкой, я неторопливо направилась в сторону домика. День подошёл к концу. Бродить по ночному лагерю в поисках Семёна больше не хотелось. Я зашла в домик. Меня встречала Ульянка. О, вернулась. Не спать же мне на улице. Ну, чем там турнир окончился, обыграла Семёна? Ты ещё бы. Без гордости ответила я. Ничего, выиграла. Шоколадную медаль. Правда, уже съела. Врёшь ты всё. Ульянка надула губы. Ни в коем случае. Так что теперь, вожатый сдашь его? Ульянка смотрела на меня и хитро улыбалась. Откуда? Откуда ты знаешь? Послушивала я опять. Мимо проходила. И я немного покраснела. Да я просто шутила. Знаю я твои шутки. Мне не хотелось обсуждать с Ульянкой эту историю. Да, всё равно Ольга Дмитриевна мне не поверит. Если что, буду свидетелем. И на собой их посадят. Казалось, внутри Ульянки работал вечный двигатель. Она не уставала никогда. Давай спать ложиться. Переодевшись, мы выключили свет и разлеглись по кроватям. Наконец-то сон. Столько событий произошло за сегодня, что я была рада окончанию дня. Только теперь я поняла, что действительно устала. Жаль, что так и не нашлась Семёна. И наш спор окончился ничем. Но ничего, ещё успеем переговорить. Но на то есть завтрашний день. Ворочаться долго не пришлось. Сон наступил мгновенно. Так, а в третьем дне, чтобы получить ещё один минус, нам надо не ходить на поиски. Шуриков, пизду его. Наверное, не стоит. Уже слишком поздно, а наверняка Семён ушёл спать. Я вошла в домик. Тишина. Ульянки не было. Где же она бродит? Танцы-то давно закончились. Положив гитару, я устроилась на кровати в надежде её дождаться. Прошла всего минута. Мне уже надоело сидеть без дела. Сил было предостаточно. Спать ещё не хотелось. До душевых, что ли, сгонять? Лучше сразу до бани. На улице прохладно. Искупаться будет в самый раз. По вечерам баня всегда растоплена. Главное, чтобы не было очереди. Взяв с кровати полотенце, я вышла из домика. Дорога была спокойной. По пути я не встретила никого. После долгих виляний по тропинкам, наконец, финишная прямая. Я повернула на тропинку и в ту же секунду нос к носу столкнулась с Семёном. Сказать, что я просто удивилась, было бы слишком слабо. Наша очередная случайная встреча ввела меня в ступор. А ты... Ты чё здесь делаешь? Мылся. Со всей невозмутимостью ответил он. И чё теперь? Ну и... Чё? Всё с той же невозмутимостью спросил он. У него вообще есть другие эмоции? Не знаю, что. Зачем тогда говоришь, если не знаешь? В его голосе вновь звучали раздражённые нотки. Ладно, если ты не против. Подожди. Какая-то неведомая сила заставила меня схватить его за руку. Я чувствовала, что не могу отпустить его просто так, не извинившись за сегодняшнее поведение. Чё ещё? Если там на сцене ты подумал, что... Ну... Я не хотел тебя как-то задеть или что-то такое. Мой голос звучал неуверенно, язык заплетался. Не люблю всё-таки извиняться. Всё нормально, я не обиделся. Я просто не умею играть на гитаре. И всё. В этом нет ничего страшного. Многие люди не умеют. С души словно упал камень. Хорошо, что я его здесь встретила. Наш вечер у сцены теперь казался мне полностью идеальным. Не умеешь, это точно! Неосторожно добавила я, вспомнив его потуги. Ой, ладно, надоело. Семён снова рассердился. Развернувшись, он зашагал прочь от бани. Что ж, а на моменте четвёртого дня мы сегодня выпуск и закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забудьте подписаться на мой паблик и на паблик бункера танкистов ВКонтакте, а также на мой основной канал. Все ссылки в описании под видео. Ну, а на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok